Женя Рожковская не ожидала приглашения на конкурс красоты, но охотно согласилась принять участие. Нелегко было преодолеть природную скромность, но по натуре она боец, любит играть в волейбол, вообще любит спорт, занимается заслуженным тренером Кубани Валерием Ивановым. Так что к победе шла уверенно. Несколько дней подготовки и королевой красоты объявлена сочинка Евгения Рожковская. Почувствовала себя уверенной. Могу перебороть все страхи, свой страх могу перебороть. Сумела себя показать со стороны сильной, болевой, буду идти вперед. Помогали Жене, Управление социальной политики, Администрации Сочи и Сочинское отделение Всероссийского общества глухонемых. Прическа, платье, тренеры и самая главная моральная поддержка – все это и помогло завоевать корону конкурса красоты. На работе такой творческий порыв коллеги восхитил всех. Конечно, она очень красивая девочка, очень встроенная, элегантная, хорошо всегда выглядит. Но то, что она участвовала в конкурсе красоты, конечно, для меня это было удивительно. Но я очень рада за нее, очень рада. Рада ее активности, рада тому, что она не зацикливается на тех проблемах, которые у нее существуют со здоровьем. Женя совсем не слышит, но это не мешает ей работать младшим воспитателем в детском саду. Вся вокруг чистота и красота делает ее рук. С комнатными цветами, с аквариумными рыбками девушка находит свой язык общения. А с подругами свой, кстати, ее тезка, также глухонемая, тоже работает в этом детском саду. Директор говорит, бесценные сотрудницы. Ну а дети, кстати, у Жени в этом садике воспитывается и шестилетний сынишка, для нее самая большая награда. Она дарит им свою очаровательную улыбку и заботу. И не боится идти вперед. Вот и оказавшись в центре нашего внимания, с удовольствием взяла в руки микрофон и попробовала себя в роли корреспондента. Вообще Женя по профессии технолог-программист. Закончила Новосибирский технологический университет. Ее мечта, конечно же, работать по специальности, как только подрастет главный ценитель маминой красоты. Елена Овсецин, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова